И как когда-то вы все смотрели фильм «Березская крепость», фашисты пускали вперед детей и женщин, а за ними шли автоматчики, чтобы расстреливать наших защитников, так и сегодня, прикрываясь женским щитом и нашими детьми, на улицах и площадях ходят боевики. Это все пройдет. Женщина, может быть, когда-то станет президентом нашей страны. Я в этом уверена, что такое может быть. Но вы поймите, когда сегодня дамочка, кругозор которой, не выходит за рамки ее кухни, «Брозди, свой родной очаг и выехал, хотя не в недалекую, но все же в чужую страну, искренне верит, что она, как новая золушка, по мановению какой-то волшебной палочки превращается даже не в принцессу, а в королевну. Что сегодня к ней на чаек заезжает заместитель гостепитаря США, а она рассекает по улицам с кортежем в премьер-министра чужой страны. Что же такое происходит с нашими детьми? Сегодня Тихановская пытается, можно сказать, сдать экзамен. Где-то на троечку, может быть, пытается сдать экзамен. Зачитывая, знаете, мы со студентами работаем, они свободно говорят, а она зачитывает, подготовленная чужими людьми листочки, пытаясь что-то нам предложить и выдавая себя за лампу нахожусь. Да и вторая дама, мадам Колесникова, сегодня тоже пытается, известная нам сейчас под именем флейтистка, пытается сыграть какую-то мелодию на заграничной дудочке, пытается убедить нас в том, что надо развалить экономику, что нужно не платить налоги, что можно жить за что, непонятно, бойкотировать работу, чем знамениты эти дамы? Ничем. Абсолютно. 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 Абсолютно.